Дорогая, сегодня прошел твой концерт, не просто блестящий, а он совершенно, как сегодня говорят, необыкновенного формата, поскольку ты дала возможность нам путешествовать не только в двух ипостасях, шестиструнной, семиструнной гитаре, в разных культурах, в разных эпохах. И все это сегодня происходило в дни проведения моей летней гитарной школы. Как музыкант, как ты сама создала вот эту, так сказать, идею, как ты к ней пришла? Расскажи немножко о том, что вот необыкновенное владение двумя практически очень разными инструментами. Сегодня мы услышали буквально настоящий музыкальный спектакль. Ну, для меня, наверное, очень большое имеет значение, куда я иду, кому и для кого я играю. Могу тебе сказать абсолютно честно, что идея, чтобы ты меня позвал на эту свою школу, была такая дорогая и сокровенная, что это меня очень вдохновило. И в таком формате, как я играла сегодня, я играла впервые. Именно потому, что мне хотелось что-то такое создать. Вернее, даже не то, что хотелось, оно само создалось, само придумалось. А когда у меня есть какая-то идея, мне намного проще играть. Когда мне самой интересно как-то обновить то, что у меня уже было в руках. Потому что, ну, то, что я играю на двух гитарах, это уже старая такая история. Я на самом деле до 20 лет я играла только на семиструнной гитаре, а потом стала обладевать шестистрункой. И это долгий был очень такой сложный путь, потому что я не представляла, как можно это... Но это все равно, вернее, так, как говорить на двух языках. Причем сейчас я действительно очень быстро переключаюсь, чего, собственно, сегодня этот концерт доказательством явился. То есть я беру, и сразу у меня в голове уже другая музыка. И это очень мне само интересно. А когда мне само интересно, то и получается. Ну, и сегодня на концерте было много юных музыкантов, которые играют на гитаре, выступают на конкурсах. Я думаю, что это было для них открытие той музыки, которую ты сегодня представила, и теми возможностями. Ты теперь уже как педагог, представляя разные грани, разные стили, в том числе играя даже музыку, близкую немножко к джазу, или сегодня ты исполняла Йорка с элементами регги. Что ты можешь сказать, и как преподаватель, и как музыкант, о вот этой многогранности? Нужна ли она общемузыканту? Нужно ли ее передавать молодым? Или все-таки ограничивать себя только жестко каким-то стилем? Как твое мнение? Мое мнение, что без вот этого синтеза сейчас разных стилей вообще невозможно учить современного ребенка. Потому что мы как-то даже с тобой в такой приватной беседе говорили о том, что, например, классическая музыка, вот гитарная классическая музыка в частности, она безусловно необходима, она очень важна для общей культуры и так далее. Но в этой музыке мы сейчас, и наши дети особенно, они в ней не живут. Поэтому это безусловно как такой, ну я не знаю, ну как пласт необходимый, необходимый, но недостаточный для того, чтобы сегодня и состояться, и просто увлечься. Потому что все-таки помимо вот этих деток замечательный, которые, кстати, сегодня так слушали, честно говоря, я не ожидала, если они с 10 утра активно уже сегодня впитывали очень много информации, и все-таки длинный концерт, вот слушать и на одном дыхании, ни кашлял, ни чекал, ни бегал, и просто это фантастика, конечно, хотя дети все-таки очень маленькие. Я думаю, что это тоже во многом благодаря какой-то разноплановости, потому что, ну, семиструнная гитара, это вообще, она кончилась, собственно, в середине 20 века уже. Мне тоже было важно детей познакомить и с этой частью русской культуры. И мне кажется, именно в сочетании с современной музыкой все это работает, потому что если сыграть, например, целый концерт только музыки 19 века, вот этих обработок русских, прекрасных обработок, но, тем не менее, через какое-то время, мне кажется, уже произойдет насыщение, и чудо не произойдет. Поэтому я, конечно, за синтез такой. И хочу сказать, что сейчас, слава Богу, в училище со студентами уже все-таки у нас классическое учебное заведение, тем не менее, все увлекаются очень и твоей музыкой, и вообще вот Диенс очень популярен среди молодых ребят, и мне это очень нравится. Замечательно. Необыкновенный концерт сегодня еще, потому что ты пришла в атмосферу школы, школы такой сессионной, которая называется летней школой. Почувствовала ли ты вот этот дух уже на магниченности, может быть, какой-то дух? Ты уже сказала, что дети замечательно слушали, несмотря на то, что их рабочий день был очень длинный. Почувствовала ли ты здесь какую-то особую атмосферу, настрою? Да, конечно, такое единение уже есть. Но потом я была, это была не школа, по-моему, когда мы были вместе в Кургане. Это был конкурс. Это был конкурс, да, это был конкурс, но там тоже было много ребят уже из Кургана, которые присутствовали на тамошней твоей школе. И вообще, наверное, идея создания таких школ авторских, это, конечно, очень здорово, потому что дети как губки, они впитывают именно твою личность. И поэтому здесь и заинтересованная такая атмосфера, и очень благожелательная, в какой-то степени расслабленная, в хорошем смысле этого слова. То есть никто их не строит, детей не строит, при этом они при деле увлечены, им нравится это занятие, их никто сюда силой не загонял. И это тоже, конечно, великое дело. Как мы говорим, мотивированные дети, у них желание было самим прийти сюда. Ну и еще такой последний вопрос, такой немножко провокационный в каком-то смысле. Зная и удивляясь каждый раз твоему творчеству, твоей многогранности, твоему нескончаемому любопытству, которое ты проявляешь в искусстве, в музыке, в жизни. Если я захочу тебя пригласить в рамках летней школы выступить не только с концертом, но и рассказать о своем творчестве, просто о том, как ты смотришь на музыку, как ты смотришь на гитару, на многие вещи, которые соприкасаются. Будет ли тебе интересно принять участие в этом качестве? Конечно. Очень я буду, как сказала бы моя мама, почту за честь. Это на самом деле и мастер-класс можно как-то проводить и рассказывать. Потому что, в общем, уже с годами накопился опыт и накопилось то, чем можно поделиться. Замечательно. Этот эпизод особенно важен, поскольку он уже является таким документальным подтверждением твоего согласия. Так что, следующая школа. Я очень надеюсь, что мы с тобой вместе опять пойдем в эту прекрасную форму путешествия, когда приезжают, приходят дети. И приезжают у нас из разных городов, ведь есть и педагоги, и дети. Я очень рассчитываю на твою поддержку и твое участие. Не подведу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.